Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Взращивание новых кадров для энергетической отрасли является задачей номер один, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков. На полях Российского энергетического форума. По его словам, в стране наблюдается острый дефицит специалистов, молодых инженеров. Эксперт также отметил, что на фоне ухода иностранных компаний для малых и средних предприятий открывается шанс запускать новые производства. В целом, вопросы импортозамещения и технологического суверенитета красной нитью проходят в повестке деловой программы форума. Большой интерес гостей вызвала и специализированная выставка «Энергетика Урала». Такой очень важный акцент на электротранспорт, очень интересная выставка электромобилей и зарядных станций к ним. Опять же, хочется отметить, что все зарядные станции, включая программное обеспечение российские, программное обеспечение внесено в реестр Минцифры. Это тоже очень важно. Это очень удобно пользователям будет. Они готовы эксплуатировать свои программы обеспечения на любых смартфонов любого типа. Это тоже очень хорошо. И вообще, в принципе, перспектива развития электротранспорта, она, конечно, колоссальна. Вот мы в кулуарах обсуждали уже ряд электромобилей. Электромобили «Вольт» были закуплены местными энергетиками. Это, конечно, очень такой позитивный тренд, когда сами электроэнергетики покупают электрические автомобили. Мне кажется, очень правильно. Российский энергетический форум открыл премьер-министр правительства Андрей Назаров. Фонд принял участие в запуске обновленной подстанции мощностью 110 кВ в уфимском поселке Нагаева. Церемония запуска прошла в режиме телемоста. Также дали старт работе котельной в уфимском микрорайоне Глумилино. БашРТС вложила в ее строительство порядка 600 миллионов рублей. Я бы хотел сказать о том, что мы будем продолжать поддерживать это направление и всеми доступными нам способами стимулировать развитие здесь инноваций. И вот сегодня выставлены уже совершенно новые образцы, в том числе автомобили и других возможностей, которые буквально за несколько лет изменили мир, меняют нашу страну. И, конечно, Башкортостан тоже не будет отставать от этой тенденции. В завершении церемонии открытия премьер-министр вручил республиканские награды сотрудникам предприятий энергетической отрасли. В Уфе и ее пригороде до 2024 года построят пять новых центров электропитания. Две в Иглинском районе, по одной в Благовещенске, деревне Оссоргеново-Уфимского района, микрорайоне и Норс столицы республики. Об этом заявил генеральный директор БашкирЭнерго Сергей Горин. Общий объем инвестиций на создание новых ремонт действующих электроподстанций в Уфимской агломерации составит порядка 2,5 миллиардов рублей. В очереди на реконструкцию трансформаторной станции в селах Акбердина, Нагаева и в Цветах Башкирии. С 2021 года в республике создали шесть новых центров питания за 775 миллионов рублей. С учетом удорожания комплектующих и оборудования, а также изменения конъюнктуры рынка, объем инвестиций вырос втрое. Прежде всего, новые подстанции будут питать сети жилых поселков. Часть электроэнергии пойдет на обеспечение новых и действующих промпредприятий. Почти все центры питания, здесь порядка десятка, они построены в пригороде Уфы. То есть, о чем это говорит? Это жилищное строительство, большая часть. Тарифы у нас перекрестные субсидирования, на самом деле, Башкирдостан входит в три, в тройку, если не ошибаюсь, самых перекрестно субсидируемых регионов. И эти центры питания, они больше все-таки, как я сказал, для населения. Для того, чтобы обеспечить население, мы видим больше 3 миллиардов на ближайшие 2 года, которые надо реализовать. Также Сергей Гурин отметил, что при увеличении количества объектов генерации транспорта и электроэнергии, необходимо искать квалифицированные кадры. Эта работа ведется в том числе с учебными заведениями республики. Жители Башкортостана с января по август оформили ипотечные кредиты на 152 миллиарда рублей. Это на 96% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Данные РБК Уфа привели в Нацбанки по республике. Объем выдачи ипотеки в регионе превысил показатели за весь 2022 год, когда жители региона получили кредиты на покупку жилья на 146 миллиардов рублей. В августе в республике оформили займы на 30,5 миллиардов. Показатель превысил июльский на 37%. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что до конца года темпы выдачи ипотеки снизятся из-за повышения ключевой ставки и первоначального взноса до 20%. Более 20 лет назад, когда в России стало развиваться ипотечное кредитование в том виде, в котором мы его сейчас знаем, оно имело целью повышать доступность жилья для населения. И в принципе она со своей ролью хорошо справлялась. Что же мы имеем за последние годы? Именно благодаря субсидированным ипотечным ставкам господдержки на рынке новостроек ипотека уже вызвала неуёмный рост цен на недвижимость, тем самым снизила доступность жилья для населения. Поэтому ограничение ипотеки сегодня – это на самом деле плюс, если мы рассматриваем рынок жилья в перспективе. Уже просто необходимо развивать иные инструменты приобретения жилья. По данным Росреестра, число ипотечных сделок по итогам 8 месяцев выросло на 46%. С января по сентябрь жители региона оформили 85 800 займов. 90% регистрационных записей пришлось на цифровой формат. По этому показателю республика входит в десятку регионов-лидеров. Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану возбудило три административных дела по фактам массовых нарушений в рекламе финансовых услуг. Установлено, что сеть ломбардов «Добрые деньги плюс» вводила клиентов в заблуждение, предлагая денежные займы под залог ПТС. У входной группы ломбардов размещались плакаты с данной информацией, хотя это не соответствует действующему законодательству. Паспорт технического средства без приема на хранение закладываемого автомобиля не может выступать с предметом залога. В ведомстве отметили, что такой способ подачи информации создает неверное представление о возможности получения денег. Заем выдает под залог автомобиля, а не под ПТС. «По словам временно исполняющего обязанности замглавы регионального управления антимонопольной службы Рината Хасанова, сеть ломбардов «Добрые деньги плюс» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В настоящее время организация уже отчиталась в управлении об исправлении рекламы». Добавлю надзор за деятельностью ломбардов ведет Банк России. Недобросовестные участники рынка финансовых услуг попадают в черный список. На сегодня там значатся 12 компаний, которые работают в Башкортостане. Их сеть насчитывает порядка 30 офисов в Уфе, Стерль-Тамаге, Октябрьском и других городах и районах. Ознакомиться с перечнем можно на сайте мегарегулятора. В Уфе выберут подрядчика для второй очереди реконструкции улицы Октябрьской революции. Победителю торгов предстоит благоустроить обновленную территорию. Максимальная начальная цена контракта – 520 миллионов рублей, сообщили в мэрии. Большую часть средств без малого полмиллиарда рублей выделят из региональной казны. Оставшуюся сумму оплатят из городского бюджета. Согласно техзаданию, подрядчик должен провести земляные работы, озеленение, установить подпорные стены, обеспечить охрану древнего городища Уфа-2, уложить покрытие, установить урны, скамейки. Завершить эти работы исполнитель должен до ноября 2025 года. В первую очередь обойдется бюджету в 980 миллионов рублей. Подрядчиком выступает Дортранстрой. На сегодняшний день, на конец сентября, подрядчикам выполнено уже множество переустройств коммуникации. Это центральная улица. Там у нас переустройство сетей связи, силовых кабелей, газа, теплотрасса попала, переустройство, водопровод. На этой улице у нас самый старый водопровод в Уфе, еще чугунный, 1911 года. Переустраивается хозботовая канализация. На Октябрьской революции расположено 74 объекта культурного наследия. Власти республики обещают их сохранить и восстановить. Историческая улица станет полупешеходной с широкими тротуарами. Реконструкция охватит территорию вплоть до набережной реки Белый. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...